Зеленский продолжает заниматься ослаблением украинской армии и увольнять из ее рядов самых достойных представителей, которые верой и правдой служили стране долгие годы, были верны присяги, но не понравились ЗЕ, только потому что не разделяют чаяний 73% электората по выбору в президенты страны лубянского комика. Как стало известно, под внезапное сокращение попал экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший заместитель командующего сил специальных операций Сергей Кривонос. Увольнение Кривоноса – чистая разнарядка из офиса президента, поскольку заслуженный военный уволен без рапорта с формулировкой «нет должностей». Хотя для военного с таким опытом и заслугами их на самом деле предостаточно. Кривонос отдал воинской службе в общей сложности 32 года, то есть стоял на страже государства всю историю его независимости. Он сумел пережить с армией кризисные годы становления независимости, но вот мириться с предателями во главе государства он не смог. На этом фоне вдвойне оскорбительно выглядит то, что в страну возвращаются такие совершенно ублюдочные по своей биографии товарищи, как сепаратист Коля Левченко, Портнов и т.д., а герои-защитники уходят из армии по указке в овца на рояле игреца. То есть зеленое ничтожество, ни дня не прослужившее в армии и уклонившееся от нескольких повесток, увольняет заслуженного генерала. Совершенно очевидно, что будучи человеком иной закалки Сергей Кривонос попросту не смог прислуживать новой власти, а вероятно именно этого от него и требовали. Как говорится, служить бы рад, прислуживаться тошно. Но оскорбляет на самом деле в этой истории совершенно другое. Дело в том, что Зеленский в очередной раз демонстрирует, что ему плевать на украинскую армию, а главное на заслуги военных. Ведь на месте Кривоноса по факту может быть кто угодно не согласный с тем, что Украиной, по воле рока, правит бесхребетный искатель мира в глазах Путина, а то и вовсе завербованный предатель. Персонаж, который насмехался над страной, мотался в Москву и выступал перед оккупантом, в то время, когда эти военные проливали кровь, рисковали жизнью и погибали, защищая суверенитет Украины. Острая же проблема даже не в этом. Сергей Кривонос, вероятно, как-то перебьется и устроится, он уже заявил, что его увольнение – это начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве. Добавив, что сейчас его уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. Проблема в том, что будет со страной. Неужели нам совершенно перестали быть нужны профессионалы своего дела, а всех заменят тамадами и фотографами. Свадебные генералы в настоящей армии – это уже перебор. Кривонос был из тех, кого называют военная косточка. Таких, для кого военная служба воспринимается органически и нравится, немного, но тем не менее они есть, и уволенный генерал был одним из таких. Получается, что Зе ломает костяк украинской армии, благодаря которой она выстояла в войне с Россией и не допустила расползания заразы русского мира по всей Украине. Другими словами, главный зелебобик наносит непоправимый урон государству и в итоге останется со смятьем по типу Милованова в начальниках. Как итог, можно сказать, что системное уничтожение всего проукраинского, в том числе в армии, продолжается. Упоротые зефаны, конечно же, могут не замечать того, как методичность Зеленский разрушает то, что с таким трудом выстраивалось годами кропотливого труда и продолжать блеять свою мантру про наиволычнейшего лидера современности и молодое лицо. Но факт есть факт, Зеленский избавляется от любой нелояльности, жертвуя даже мега-спецами и заслуженными людьми, разрушая государственные институты.